Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российский ученый, специалист в области систем управления космическими комплексами зондирования Земли, заместитель генерального конструктора ракетно-космического центра ЦСКБ «Прогресс» принимает поздравления. Геннадию Петровичу Аншакову исполнилось 85 лет. Поздравить почетного гражданина города приехали глава города Елена Лапушкина и председатель Думы городского округа Самары Алексей Дегтев. Подробности далее. Российский ученый и специалист в области систем управления космическими комплексами зондирования Земли, заместитель генерального конструктора ракетно-космического центра ЦСКБ «Прогресс», стоявший у истоков этого предприятия, Геннадий Петрович Аншаков отмечает юбилей. Под его руководством разработаны системы управления национальных космических систем для решения задач высокодетального, обзорного, фотоэлектронного и многозонального наблюдения земной поверхности. Дом юбиляра сегодня полон гостей. Поздравить почетного гражданина города с 85-летием приехали председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев и глава города Елена Лапушкина. Геннадий Петрович просто удивительный человек. И не просто так он стал почетным гражданином городского округа Самара, чем я искренне горжусь. Это человек легенды и в космической отрасли. На протяжении очень долгих лет, десятилетий он работает у нас на ЦСКАБ «Прогресс», является ведущим конструктором, был главным конструктором этого легендарного предприятия, да и сам человек крайне легендарный. Геннадий Петрович Аншаков – это в таком самом широком, хорошем понимании, живая легенда не только космической отрасли, хотя вся его жизнь посвящена служению, покорению, развитию космоса, космических агрегатов. И сегодня, несмотря на свой серебряный возраст, который он отмечает, свой юбилей, он продолжает работать, он востребован, и это здорово. Человек владеет такой информацией, что просто это кладется. И я всегда Геннадий Петровичу говорю, «Геннадий Петрович, пишите, пожалуйста, книги, чтобы это передавалось из поколения в поколение». Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и сейчас в строю. В 85 лет он работает заместителем генерального конструктора ЦСКАБ «Прогресс» и не теряет оптимизма. «Как-то, знаете, вот научился с детских лет, потом работа. А в работе бывает, знаете, всегда, иногда то взлёт, то посадка, как это говорили. И если отчаиваться, то будет плохо. Поэтому лучше уж, как говорится, всегда доброе отношение, доброе настроение». Геннадий Аншаков внёс большой вклад в разработку ракет-носителей среднего класса типа «Молния», «Союз», «Союз-У», «Союз-ФГ», а также их последующих модификаций «Союз-2» и «Союз-СТК». Они используются для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей к Международной космической станции, выведения межпланетных аппаратов, спутников, научно-исследовательского и специального назначения по Федеральной космической программе. Созданная при участии Аншакова ракета-носитель продолжает оставаться самой массовой в мире. Состоялось более 1700 запусков. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В Самаре продолжается комплексный ремонт дорог. В настоящее время в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновляют участок по улице Гагарина. В важном дублёре одной из главных транспортных артерий Самары – Московского шоссе. Совокупная площадь работ составит 114 тысяч квадратных метров. Тему продолжит наш корреспондент. Вот уже несколько недель на улице Гагарина ремонтируют автодорогу по всей ширине проезжей части. Продолжается фрезерование покрытия в направлении с города. К сегодняшнему дню старый слой удален почти на 84%. В обратном направлении уже стартовали работы по устройству нового покрытия толщиной в 5 сантиметров. Предусмотрен также выравнивающий слой. «Конкретная беда была. От этого и пробки. Колодцы были у нас проблемной частью». До этого там, где был разрушенный асфальт, его убрали, люки смотровых колодцев и дождеприёмные решётки подняли на проектную высотную отметку. Под колодцами заменили изношенные плиты. «Производили пробную укладку. Результаты пробной укладки соответствуют ГОСКОМ. И мы, соответственно, начали производить основную укладку. Здесь у нас работают две бригады. Вот одна бригада на укладке, одна бригада на подготовке. Это около 12-15 человек. Из единиц техники это два катка, асфальт-упладчик, гудронатор применяется для розлива битумного вяжущего и пылесос, который очищает основание». Дорогу на улице Гагарина ремонтируют круглосуточно. Днём в основном занимаются инженерными коммуникациями и другими подготовительными работами. Самые трудоёмкие операции проходят ночью, чтобы днём не создавать помех движению транспорта, включая общественный. Улица отличается максимально интенсивным трафиком. Для удобства горожан полностью движение не перекрывается. Оно организуется по свободным полосам, которые не задействованы в ремонте. Специалисты отмечают, что за 9 лет после предыдущего масштабного ремонта дорога достойно выдержала эксплуатационную нагрузку. Количество дефектов стало стремительно увеличиваться в последнее время. С учётом мониторинга состояния дороги, мнения сотрудников ГИБДД, обращений горожан, дорогу на улице Гагарина решили отремонтировать от улицы Победы до Московского шоссе. Это 114 тысяч квадратных метров. Этот объект – самый протяжённый в Самарском перечне дорог местного значения, который в текущем году приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Благодаря ремонту методом больших карт преобразятся 4,6 километра проезжей части. На этой улице находится большое количество социальных учреждений, досуговых зон, включая скверы и парк «Дружбы». Работы ведут в соответствии с графиком. Новые технологии также позволят выполнить работы с надлежащим качеством и иметь большой срок службы. Работы ведут по погодным условиям, прежде чем в приоритете находится качество выполнения работы. То есть в этом году у нас доводилась достаточно дождливая погода, и много дней с осадками, когда покрытие мокрое, и работы не могут вестись. По сухому, прометенному, чистому проезжей части выполняется работа по укладке асфальтобетонной смеси. Сенсиональным проектом предусматривается укладка новых технологий. Здесь у нас «ЩМА-16» на полимерно-бетонную вяжущую. За сутки удается обновить около 5000 квадратных метров проезжей части. Сейчас готов участок дороги на площади 12 тысяч. Все работы контролируют эксперты, местные жители и общественники. Алексей Степанов, представитель «Единой России», курирующий партийный проект «Безопасные дороги», рассказал, до старта основных работ в рамках нацпроекта контролировали исполнение гарантийных обязательств по контрактам прошлых лет. Замечания были, но они не относились к асфальтобетонному покрытию. Мы постоянно с общественниками на связи, с местными жителями читаем их отзывы, с ними на связи, также привлекаем представителей общероссийского народного фронта. У нас здесь такой полезный симбиоз с ними, и наше КПД можно умножить на два в результате. Мы сейчас начали отслеживать график производства работ контрактов этого года со сроком исполнения до 1 сентября 2022 года. По подготовительным работам и по тому темпу, набранному подрядными организациями, график они, естественно, выдержат, чтобы успеть до 1 сентября и запроцентоваться, предъявить заказчику исполнительную документацию. Организации давно научились грамотно и профессионально укладывать асфальтобетоны. Улицу Гагарина планируют привести в порядок до конца июня, а работы ведутся во всех районах Самары, включая отдаленные в текущем году. На средства дорожного нацпроекта обновят более 700 тысяч квадратных метров. Это порядка 35 участков. Сейчас ремонт завершен на 13 автодорогах. Это 18,5 километров. Еще 4 объекта находятся в работе. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Документы, телефоны, банковские карты и ключи. Таков неполный список вещей, найденных в последнее время в городском общественном транспорте. В Самаре продолжает работу «Горячая линия», по телефонам которой можно узнать об утерянных вещах. Для удобства пассажиров в телеграм-канале «Про Транспорт 63» и в социальной сети ВКонтакте открывается новая рубрика, в которой автобусный перевозчик планирует размещать данные. Как работает бюро находок, узнала наша съемочная группа. Кондуктор Светлана Кадаркина после каждого рейса проверяет автобус, в котором работает. Что только не оставляют пассажиры. От продовольственных упаковок до очень ценных вещей. Паспортов, водительских прав, удостоверений, банковских и транспортных карт, а также дневников, ключей, нот и обуви. На конечной станции обязательный осмотр. Найденные отдают в диспетчерскую службу или на кассу, где и происходит опись предметов. Бывали и необычные находки. Памперсы, ну все для роддома. Это была такая сумка, все для роддома. На следующий круг нас ждала беременная женщина. В бюро находок транспортного предприятия вещи хранятся месяц. Затем паспорта и водительские права отправляют в отделение МВД. А социальные проездные и студенческие билеты направляются в профильные организации. Для того, чтобы вернуть пропажу, пассажиру необходимо заявить о ней, позвонив на горячую линию для предложений и замечаний по номерам, которые на экране. Специалист запишет подробности, после чего проверит данные в картотеке. Зам руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Топилин рассказал, что еще в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году австралиец забыл в шакле свитер и пропажу удалось найти. Сейчас горячая линия продолжает работу, но кроме звонка по телефону, в век высоких технологий, людям помогают социальные сети. Мы хотим немножко усилить еще эту работу в рамках наших социальных сетей и групп в мессенджерах. Мы от департамента транспорта тоже теперь эту информацию будем транслировать с определенной периодичностью, чтобы в том числе охват аудитории увеличить. Может быть, кто-то не знает, что есть такая возможность. Может быть, кто-то о горячей линии нашей еще не слышал. Сообщение об утере ценной вещи можно оставить в телеграм-канале «Про транспорт 63» и группе ВКонтакте на странице автобусного перевозчика. После того, как вещь будет найдена, а владелец подтвержден, пассажир сможет забрать находку. Необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и заполнить соответствующее заявление. В том случае, если в транспорте обнаружена бесхозная сумка, чем-то наполненная, то трогать ее ни в коем случае нельзя, напоминает в дептрансе. Необходимо сообщить о подозрительной находке кондуктору или водителю. Они вызовут полицию. Пассажиров в этом случае пересаживают на другие маршруты. Ольга Павлова, Юлия Василькина, Николай Епифанов. События. Его уже называют главным событием лета. В Самаре завершился фестиваль «Самфест», задача которого – дать поддержку молодым талантам. Это фестиваль авторской музыки. Его участниками могли стать только те, кто сам пишет тексты и мелодию. Два дня связали воедино разные стили и поколения. Кто стал победителем в нашем сюжете? Две руки, чтобы не упустить. Самое интересное. Давай, давай. Почувствую все, все. Более 90 тысяч человек в едином порыве на стадионе Самар-Арена в течение двух дней – 11 и 12 июня – проходил фестиваль «Самфест». Событие нового формата, задача которого – дать поддержку молодым талантам. Это фестиваль авторской музыки в широком смысле слова. Его участниками могли стать только те, кто сам пишет стихи и музыку. Два дня связали воедино разные стили и поколения. Объединили фанатов Айова и Славы Марлоу, Олега Митяева и Вячеслава Бутусова, а также пока мало известных исполнителей. Одни из них оказали влияние на формирование целых жанров, а другим только предстоит задать новые тренды в отечественной музыке. Фестиваль проходил при поддержке правительства Самарской области с использованием гранта президентского фонда культурных инициатив. Конечно, он бы не был возможен без нашей самарской инициативы, без креатива и творчества. Но также он бы не состоялся без поддержки президентского фонда культурных инициатив, который отобрал наш проект. И сегодня благодаря этому Самара принимает гостей со всей России. И я этому очень рад. Отбор конкурсантов начался еще в январе 2020 года. Для участия в фестивале было подано более тысячи заявок от музыкальных коллективов. На всех этапах подготовки к выступлению молодые таланты сопровождала команда опытных наставников, продюсеров, звукорежиссеров, специалистов по продвижению, хореографов, психологов, а также артистов, выступавших на фестивале. Вход был свободным, достаточно было оформить билеты на сайте. Все нравится, весело, танцуется. Много новых групп. Я добавила себе уже много плейлистов. Мне прям очень понравилось. Особенно самарская группа. Нравится, что можно и посидеть, и потанцевать, и постоять. И вообще очень много классных людей вообще в группу. Творческую Самару на фестивале представила группа Трамонтана, играющая в стиле этно-рейв. Обладателем приза зрительских симпатий стали Гульнара Байгузина и Янка Манкий. Второе место досталось группе Балакирь, а победителем стала группа из Хабаровска-20. Виктория Шарая, Максим Магомедов, Максим Гусев. События. В Самаре празднование Дня России совпало с празднованием 350-летия Петра Первого. Реформаторская деятельность первого русского императора коснулась всех сфер жизни российского общества. Чтобы воссоздать уникальную форму праздника, фестиваля искусств, времен Петра Первого в стране проводят Петровские музыкальные ассамблеи. Как фестиваль прошел в столице региона, расскажем в нашем сюжете. Концертом духовых оркестров отметили в Самаре День России и 350-летие со дня рождения русского императора Петра Первого. Музыкально-патриотический фестиваль «Виват Россия» прошел в рамках федерального творческого проекта «Петровские музыкальные ассамблеи». Этот проект воссоздает в разных городах страны уникальную форму праздника и искусств, который сложился во времена правления первого русского императора. Мне бы хотелось вас всех поздравить с теми праздниками, которым и посвящен этот фестиваль. С Днем России, с юбилеем Петра Первого. Убеждена, что вы все получаете истинное наслаждение от звучащей музыки сегодня здесь, в этом парке. Хочу поблагодарить, конечно, правительство Российской Федерации, безусловно, правительство Самарской области за поддержку. Петровские музыкальные ассамблеи проходят в 10 городах России. Фестиваль стартовал в мае в Воронеже, а Самара стала вторым городом, который принял музыкантов. Император Петр Первый неоднократно бывал на Самарской земле. Именно в правление Петра Первого было заселено правобережье Волги. Сделаны первые шаги в освоении Заволжья, где возникли отселение промышленных центров и укрепленных пунктов. Три столетия назад, 10 июня 1722 года, Петр Первый побывал в Самаре и встретился с походным атаманом яицкого казачьего войска Никитой Бородиным и сопровождавшими его казаками. После Самары фестиваль примут Тамбов, Пермь, Саратов, Белгород, Архангельск, Калининград, Тула и Ростов-на-Дону. Даже мы, как организаторы, не ожидали такой отклика от российских регионов на то, что будет происходить, потому что главная идея этого фестиваля, чтобы вышли на центральные площади, в парке, вот как здесь сегодня, в Самаре, лучшие творческие коллективы региональные, свои, показали людям свое искусство. От областной столицы на фестивале выступили 9 духовых оркестров, в том числе сводный оркестр Самарского гарнизона и Самарский концертный духовой оркестр. Петр Великий, так сказать, втянул нас в очень замечательное дело, в искусство, в искусство духовых оркестров, духовой музыки, то, что греет людей от 5 до 105, на мой взгляд, по крайней мере. Ну и сама его фигура, несмотря на то, что, как любой император, любой содержитель, она, конечно, двойственная и тройственная, но то, что он сделал для России, для искусства, для армии, я имею в виду, это как раз оркестры, я со своей части скажу, потому что первые военные оркестры как раз появились по его инициативе. Кульминацией вечера стало выступление Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы. Это старейший духовой военно-морской оркестр России, основанный по приказу Петра I в 1703 году. Завершился фестиваль масштабным исполнением всех оркестров Марша Преображенского полка и Марша Василия Габкина «Прощание славянки». Светлана Кудрявцева, Максим Магометов, Константин Головин. События. Магия Востока на современный лад. В Самару с гастролями приехал Долгопрудненский театр «Город». Коллектив из Подмосковья уже представил на суд зрителей спектакль «Аладдин». Подробности в репортаже Анатолия Головко. Покорить сердце принцессы рэпом под бит Долгопрудненский театр «Город» показал самарскому зрителю спектакль «Аладдин». Режиссеры адаптировали постановку для молодежи, но не отошли от классических канонов. Восточная сказка, пропитанная духом волшебства, открыла большие гастроли подмосковного коллектива в Самаре. Задача наша была привлечь и детей, и молодежную аудиторию, и тема «Востока» нам показалась близка с темой рэпа, речитатива, который в музыке сейчас становится таким популярным. С большим трепетом выходим на сцену, ждем нашего маленького и большого зрителя, хочется порадовать, подарить сказку, волшебство. «Аладдин» – мировая художественная классика, волшебная сказка про то, как сбываются мечты, про то, как важно мечтать, любить, жить, творить. В апреле этого года актеры Самарского художественного театра уже побывали в гостях у коллег в Долгопрудном и показали местным зрителям спектакли, пропитанные духом патриотизма. Теперь подмосковным актерам предстоит покорить сердца жителей нашего города. Дети с нетерпением ждут встречи с новым коллективом, с новыми спектаклями, и мы желаем им удачи. В ближайшие дни коллектив Долгопрудненского театра покажет еще три разноплановые постановки, русскую классику, «Аленький цветочек» с оригинальным авторским текстом Сергея Аксакова и спектакль об истории развития науки, открытия жизни. Завершатся гастроли постановкой о становлении личности императора Николая II. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. Легкоатлетический сезон в Самаре стартовал фестивалем бега «Королева спорта». Так горожане и гости региона отметили День России. На старт различных дистанций на Волжском проспекте вышли как дети, так и взрослые. Кто заслужил медали, узнал наш корреспондент Сергей Кизоркин. Бегут трудовые резервы, офисные сотрудники, дети, подростки, молодежь и пенсионеры. Бегут семьями и целыми организациями. Фестиваль бега «Королева спорта» собрал под свои знамена более полутора тысяч любителей легкой атлетики не только Самары и области, но и соседних регионов. Первые победители на дистанции 10 километров – профессиональные спортсмены из Тольятти, чемпионы страны по горному бегу. Это промежуточный старт для подготовки к чемпионату России. Мне нравится больше в группе бежать, чтобы конкуренция была и результаты намного лучше. Мастер спорта Любовь Добровольская пробежала дистанцию в удовольствие. Отставание от личного рекорда почти в минуту. Мама двоих детей уверена, когда ребята повзрослеют, от нее отставать не будут. Сын больше творческий, дочь пока еще, ну и три годика, но она как бы говорит, я вырасту, буду бегать, как ты, с тобой буду бегать. Каждый спортсмен мог выбрать дистанцию по своему усмотрению. 600 метров, 3, 5, 10 километров и полумарафон. Отличается фестиваль и своей оригинальностью. Есть костюмированный забег и корпоративный, семейный и на роликах. Роллеры, да, это новенькое. Эту историю мы увидели, соответственно, на одних из соревнований, когда перед марафоном был заезд роллеров. И так как роллерское движение, оно тоже набирает обороты, мы решили по нашему обновленному асфальту в Овский проспект Максиму Горького их запустить. И достаточно большое количество, порядка там 70 человек выйдет на старт. 3,10 километров. Без медалей на фестивале «Бега королевы спорта» никто из участников не остался. Каждый получил награду. Свою дистанцию пробежал и руководитель городского департамента спорта Дмитрий Чеканов. Как говорил один замечательный человек, со спортом не надо дружить, спортом надо заниматься. Поэтому, когда ты спортом занимаешься, ты всегда ставишь себе определенную цель, этой цели добиваешься. Как и все сегодняшние спортсмены, я думаю, что все покажут свой лучший результат, пробегут и получат максимальное удовольствие от этого замечательного дня, замечательная погода и то, что наш забег проходит в праздник, в День России. Фестиваль «Бега королевы спорта» – это только начало легкоатлетического сезона в Самаре. В конце июня спортсменов ждут первенства и чемпионат области. Лучшие бегуны поедут на всероссийские соревнования. Они пройдут в начале августа в Чебоксарах. А 21 числа того же месяца состоится традиционный самарский марафон. На старт выйдет порядка 5000 участников. Это новый рекорд соревнований. Завершится сезон спартакиадой страны в конце лета. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В связи с проведением чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту 15 июня с 8 часов утра до 16 часов ограничить движение транспорта у стадиона «Самара-Арена», сообщает в своем телеграм-канале городской Дептранс. Ограничение движения будет действовать по улице Арена-2018 от проезда номер 8 до поворота на проезд ведущих улицы Малый Сорокин-Хутор, а также по проезду номер 2 и по улице Дальней от улицы Арена-2018 на участке протяженностью 500 метров. В эти выходные в детском лагере «Волжский Артек» состоялся долгожданный родительский день. В его программу входили детский концерт и выставка работ творческих мастерских. Информируют в своем телеграм-канале департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. В первую смену здесь собрались яркие и талантливые отдыхающие, певцы, музыканты, заводные танцоры и актеры, юные спортсмены. Родители смогли познакомиться с успехами и достижениями детей за небольшой промежуток времени. В телеграм-канале Кировского района сообщают, что в Самаре на добровольной основе за вознаграждение проводится прием у населения незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Граждане, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния предмета вооружения. Жители Самарского района приглашают принять участие в опросах на платформе обратной связи «Госуслуги решаем вместе». В настоящий момент доступны опросы по следующим темам. Планируете ли вы ревакцинироваться в ближайшее время и знаете ли вы, когда можно сделать ревакцинацию? Опросы доступны по опубликованным ссылкам в телеграм-канале Самарского внутригородского района. Телеканал «Самара ГИС» запускает новый конкурс в честь своего 15-летия. Поучаствовать в нем и побороться за подарки смогут все жители столицы губернии в возрасте старше 16 лет. Пройдет конкурс 16 июня по 31 июля этого года. Условия предельно просты. Подписаться на группы телеканала «Самара ГИС» в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления телеканала «Самара ГИС» на электронную почту конкурс собака samaragis.ru, выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом «Самара ГИС 15 лет» на своей странице во ВКонтакте. Подведение итогов конкурса состоится 16 августа. Подробнее об акции и подарках можно прочитать на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», на страницах в «Одноклассниках» и во ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok